Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Eton TV. Меня зовут Александр Вальдман. Программа «Разбор полетов». В канун праздника Песах главный ашкинастский раввин Израиля Давид Лау порадовал нас очередным заявлением на тему Гиюра. По его мнению, с целью того, чтобы легче было делать в нашей замечательной стороне Гиюры, необходимо ужесточить закон о возвращении. Вот как раз старые песни о главном наших раввинов в исполнении, правда, нового главного ашкинастского раввина, потомственного раввина главного. Мы разберем вместе с политологом Александром Цинкером и журналистом Михаилом Гильбоа. Друзья, для начала одна, как обычно, у меня цитата. По словам господина Давида Лау, руководство страны должно решить, кому оно разрешает въезд в Израиль, только евреям или иммигрантам из третьих стран, имеющим какое-либо отношение к еврейству. Скажите, признайтесь, как на духу, удивил ли вас своим заявлением господин Лау, если это рассматривать в контексте его предвыборной программы, когда избирался главный ашкинастский раввин? Саша. Ну, во-первых, за все эти 24 года, что я в стране, я периодически это слышу, что надо пересмотреть закон о возвращении. Слишком много едут те, которые никакого отношения к еврейству не имеют. И, в общем-то, каждый раз, в конце концов, хорошо, что здравые силы, в общем-то, побеждали, говоря, что вот этот ящик Пандоры лучше не открывать. Когда-то было принято решение, что до третьего, как говорится, поколения, то есть это по дедушке, по бабушке, да, так можно считать, имеют право на возвращение. И когда Рав Лаву сейчас начинает вот этот вопрос заново поднимать, я считаю, что это, как ты правильно сказал, старая песня о главном. Единственное, что я с ним согласен. Когда он говорит, что нужно проверять более четко, более жестко тех новых репатриантов, которые хотят... Но он этого не говорил. Нет, нет, нет. Вот там была у него еще такая цитата, что более, вот, когда у некоторых документы не все собраны, есть какие-то вопросы, вот нужно что-то проверять. Саша, но это чистой воды отговорка такая, чтобы слегка загладить. Ну, я согласен. Так я говорю, понимаешь, как, ну, по первой части я тебе сказал, я считаю, что не надо возвращаться опять к этому вопросу, закон возвращения, как он есть, он сбалансирован, и лучше его не трогать. То, что надо проверять, кто нам приезжает, да, действительно, надо проверять, потому что я знаю людей, которые приезжали сюда, у которых очень спорные были отношения к евреям. Я тебе напомню тогда одного еврея, о котором никто не мог сказать или заподозрить его в том, что он, ну, на капельку хотя бы не еврей, но ирландский. Тем не менее, его не пустили в государство Израиль. Нет, его пустили, а потом вышли. Нет, его не дали гражданство, ему сказали, извините, дорогой, несмотря на то, что по закону возвращения у вас все 158% права на то, чтобы осесть в этой стране, жить здесь так и умереть, тем не менее, мы не хотим вас здесь видеть, потому что вы мефионер и так далее и тому подобное. Это тоже есть статья такая. Согласен, дело не в этом. В основном нужно проверять людей именно вот по этим статьям. А кто, извини, кто кому давал право определять, кто да является евреем, кто не является евреем. Я помню, несколько лет тому назад, 10, 15, 20 и немножечко более, раввины, почтенные граждане нашего государства, раввины, занимавшие тогда довольно высокие должности, вдруг почему-то решили, что группы эфиопских граждан, проживающих в Эфиопии и придерживающихся более или менее чего-то похожего, каких-то традиций, похожих на еврейские, тоже являются евреями. Хотя, между прочим, евреи, приехавшие из Эфиопии, с первой Алии, утверждают, что они никакого отношения к еврейству не имеют. Но раз раввины решили, все. Извини меня, на ком основании. Случайно, не та группа, которая с крестами на лбу. Да, 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 и та тоже. И та тоже. Извини меня. Поэтому я считаю, что пересматривать то, что есть на сегодняшний день, это просто нечестно. Миша, я согласен. Миша, Миша, никто не собирается оспаривать то, что пересматривать, это действительно открывать ящик Пандора. Но, опять же, тот же мэйер Лау, опять же, пытаясь, очевидно, сгладить каким-то образом эту ситуацию, он говорит, что это нужно делать только для того, чтобы облегчить процедуру Гьюра в Израиле. Не кажется ли вам вообще, что это маразм, Миша? Я с тобой согласен. Действительно маразм. А зачем облегчать процедуру Гьюра? Извини, Миша, ты вспомнил эфиопских евреев. Они прошли процедуру Гьюра в Израиле. Им были установлены определенные сроки прохождения Гьюра. В течение года они учились, прошли, защитились, как говорится, дипломные евреи. И проходили его скопом, между прочим. Да, проходили скопом. В то время, как по отношению к другим, применяются какие-то драконовские меры на протяжении нескольких лет, соблюдением самым строжайшим всех предписаний и так далее и тому подобное. Извини меня, я лично против этого. Человек не станет хуже или не будет плохим гражданином данного государства, если он не пройдет Гьюр. И наоборот, есть достаточно много евреев, коренных, чистых, прошедших 18 Гьюров, сидящих в тюрьме. За убийства, за грабежи и так далее и тому подобное. Кто лучше? Ну, я тебе сейчас скажу. В данном случае, я скажу, не еврейскому народу говорить или соблюдать чистоту расы. Не надо, ребята. Я хочу тебе напомнить одну вещь, которая была опубликована 2 или 3 года тому назад. В Испании были опубликованы результаты исследования о том, кто живет в настоящее время в Испании. Оказалось, в соответствии с этими результатами, что каждый пятый или каждый шестой испанец, он потомок евреев. Да. Окей? Саша, я хочу задать тебе вопрос, как к бывшему депутату КНЕС, это как к законодателю. Скажи, предпринималось тысячи, наверное, если не больше, попыток облегчить процедуру все того же Гьюра. Почему до сих пор этот вопрос не решается? Смотрите, вот когда Миша начал говорить, я хотел сказать, вот если сделать анализ тех людей, которые прошли традиционный, классический Гьюр, которые все вот эти заповеди и надо было соблюдать и проверялось и так далее, и так далее, насколько я знаю, явное большинство этих людей стали религиозными. То есть, там, будем говорить так, раф, который этим занимается, они заинтересованы в этом. Действительно, вот такой серьезный Гьюр делает, потому что его паства как бы увеличивается. Саша, скажи прямо, это деньги. Ну, я культурно хотел сказать, я хотел без денег обойтись, а ты вот так, Миша прямо и сказал. Я так хочу, даже бывшие депутаты КНЕС иногда имеют право говорить правду и честно, открытую. Можно? Конечно, окей, хорошо. Кроме этого, я еще, вот, вы меня напомнили про работу в Мессити, есть еще одна проблема, которая связана с еврейсом, нееврейсом, это браки. Гражданские браки. Знаешь, кстати, об этом тоже сказал. И это деньги. И это деньги, понимаешь, я по сути своих государственник. Я считаю, что государство обязано гражданские акты брать на себя. Человек родился, я вообще не верующий, может быть, я должен идти в государственную структуру и получать свидетельство о рождении. Если я женюсь с кем-то, на ком-то, извините за русский язык, я должен пойти в государственную структуру, где мне это оформят. Потом пойду ли я и устрою традиционную под хупой свадьбу или нет, это как бы мое дело. Здесь, к сожалению, нет. Говорят, вы можете через равенат сделайте свадьбу. Те, которые не могут, так называемые смешанные семьи, им говорят, ну какая проблема, поезжайте на Кипр, поезжайте в Грецию, там женитесь. Исходя из этого, я подал законопроект. Окей, если мне государство говорит, мы вас не можем расписать, поезжайте на Кипр или еще куда-то. Был такой законопроект. Государство обязано этой паре оплатить поездку и всю процедуру, которую она должна была сделать. На меня в комиссии, которая юридически рассматривала законопроект, сказал, ты что, что за сумасшедший законопроект? Я говорю, если в государстве сумасшедшие законы, то и новый законопроект против этого закона может быть только сумасшедшим. Миша, я хочу тебя спросить, как человека, который прожил в Израиле больше 40 лет, именно тебя хочу спросить. Дело в том, что господин Лау предлагает узаконить институт гражданских браков и одновременно с этим он предлагает назвать все это дело законом о совместном проживании. На твой взгляд, вообще это унижает человека или нет? Смотри, я думаю, что в настоящее время в Израиле существует закон о совместном проживании, он просто негласный, не принимался израильским парламентом. Но существует совместное проживание между религиозными группами населения и нерелигиозными. Совершенно верно. Арабами и евреями, христианами и мусульманами и так далее. Между лицами и традиционной ориентации. Потому что в соответствии с этим несуществующим законом, одни группы населения имеют предпочтение перед другими, имеют больше прав. Поэтому, извини меня, не Равину Лау, человек, которого я глубоко уважаю за его знания, за его иногда, между прочим, довольно либеральные позиции по многим вопросам. Не он, человек чисто религиозный, занимающийся только одним, а именно религией, будет указывать мне, как, когда, где, с кем и так далее и тому подобное. Я в этой стране живу не менее, может быть, чем он, и имею столько же прав, может быть, даже больше, потому что, кроме того, что временами соблюдаю еврейские праздники, но не более того, не хожу, правда, в синагогу и не молюсь. Тем не менее, служил в армии, воевал, работал, в отличие от тех, кто занимается только религией, изучает Тору и утверждает, что ему за это положено то-то, 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 то-то и так далее. И последний вопрос, я думаю, коротко вы мне сумеете на него ответить. Как вы считаете, почему на откровение господина Лау никак не отреагировал ни один русскоязычный депутат КНЕСТа, только ли из-за праздников, Саша? Ну, во-первых, из-за праздников, да, а во-вторых, ты знаешь, опять возвращаюсь к тому, что ты сказал, это старая песня, ее периодически, если не каждый год, то под праздники поднимают религиозные деятели, и она уже, как говорится, вот это эффекта такого не имеет. Они уверены, что он сказал, он сказал то, что он хотел сказать, и мы надеемся, я очень надеюсь, что это вот как бы сказанное ушло, праздники закончатся, начнется новая жизнь, на свободе, и об этом то, что он сказал, с астеристом. Я к этому добавлю только одно, я согласен с тем, что сказал Саша, добавлю только одно, Равин Лау, человек уже, так сказать, прошедший свой пик, он сделал себе небольшой пиар, на пару дней, а может быть на неделю, все, на этом все закончится. Спасибо, друзья, что были с нами, еще раз, с праздником!